АПЛОДИСМЕНТЫ Не анализировали, не спорили. Просто спортсмены и болельщики говорили друг другу спасибо. Первый сезон всем было непросто. И болельщикам, я думаю, было привыкнуть к сезону, и хоккеистам сплотиться. Все равно всех набирали с нуля. Но я думаю, считаю, сезон успешный. Мы благодарны, что на Сочи появилась такая команда. Что они приносят радость жителям Сочи. Мы очень довольны и гордимся этой командой. Владимир Залитко стал по версии хоккеистов клуба Сочи лучшим болельщиком. А вот название «Лучший игрок» поклонники спортсменов не скупились. Фанатский сектор назвал своего героя Томаша Пепперли. Героем Инстаграма стал Илья Крикунов. Ну а приз зрительских симпатий забоевал Михаил Анисин. То ли в знак благодарности, то ли просто настроение было особенным. Но в день Леопарда нападающий запел. Пока Михаил Анисин раздавал музыкальные автографы, его товарищи по команде делали это более традиционным способом. Для этого устроили большую сессию. Поклонники могли не только взять автограф, но и пообщаться с любимыми спортсменами. Сотни подписей, рукопожатий, совместных фотографий. Автографы в этот день раздавали и представители шоу-бизнеса. Сергей Крылов на празднике и как певец, и как президент фан-клуба «Леопардов». Большинство подарков на праздники досталось болельщикам. Годовые абонементы на домашние игры получили и те, кто лучше всех знал историю клуба, кто задавал самые интересные по версии спортсменов вопросы. К числу болельщиков южан причисляет себя и глава Сочи Анатолий Пахомов. Этот клуб появился в продолжении реализации постолимпийской программы. И за столь короткое время этот клуб, во-первых, достойно сыграл в сезоне, во-вторых, вышел в кубок имени Гагарина, а в-третьих, самое главное, он завоевал такое огромное уважение и почет среди наших жителей. К концу праздника еще один нападающий Роман Людучин решил выйти на сцену с лирическим репертуаром. Болельщики простились с хоккеистами, но ненадолго, до начала осени. Впрочем, самые верные поклонники уверяют, будут общаться с леопардами по интернету без перерыва на лето. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.